Радио 54 Фокус-группы понимали, что им необходимо С конструктивной точки зрения И создали, на наш взгляд, интересные Такие модные модели Которые отшила группа продвинутых Наших выпускников Мы показали ее в концертной программе На декаде инвалидов В концертном зале Минникация И ее же, собственно говоря Все эти работы мы показали На круглом столе, на выставке работ Которая пришла 17 декабря Скажите, а вы как-то были до этого взаимосвязаны с модой? Возможно, занимались уже до этого? Да, вот с 2016 года Я была организатором Международного конкурса в Новосибирске Среди дизайнеров обычных, с нормой Ну и, собственно, и так это перетекло В направление моды инклюзивной Именно для людей с инвалидностью А участником этого конкурса мог стать любой человек? Любой человек, и у нас были заявки В том числе от дизайнеров, которые занимаются Пошивом одежды для людей с инвалидностью И ее созданием И вот как-то мой интерес Перетек плавно Именно в этот тип одежды Скажите, Лена, вы можете честно оценить Насколько высок градус проблемы Для людей с инвалидностью В Новосибирской области Когда они сталкиваются с вопросом Как раз таки поиска, приобретения подходящей одежды Вообще это где-то можно купить? И как много мест? Как много возможностей? Или именно исходя из этой проблемы Вы начали заниматься направлением Вот разработки подобной истории? Ну, как вы знаете, может быть Ну, вы же видите, нет этой одежды в магазинах Конечно Нигде в торговых центрах нет Когда мы пишем заявку Допустим, ну, на конкурс президентского гранта Допустим, предположим То мы анализируем ситуацию Мы ее видим, проблема Но мы должны ее обосновать И мы посетили около 50 торговых мест Ну, нет нигде этой одежды А с чем это связано? Как вы думаете? Все очень просто Все привыкли Ну, промышленные предприятия Экономика в том, чтобы производить Как можно больше одежды одного типа Ну, то есть одного размера, например Да, то есть градация, линейки Мы эти термины знаем Вот А эта одежда не может под этот Подойти формат Потому что даже если мы говорим О человеке, который перенес инсульт Все проблемы разные Да, у кого-то спастика ноги Спастика руки Даже ребята, которые передвигаются На коляске Ну, они совершенно разные Мы не можем 44-й, 170-й сделать Например, там 200 единиц Это вообще невозможно И поэтому тут нет экономики Пока, к сожалению, в нашей стране Да и в мире найдутся единицы Производителей, которые этим занимаются Это скорее Ну, то есть это нужно Обязательно нужно выводить На коммерческие рельсы Но для многих в нашем городе Это оказалось просто С точки зрения экономики Не очень эффективно Да, да, да И люди перестают это делать Какое важное дело вы делаете, Лен Спасибо вам за это огромное Спасибо Это так и есть Потому что кто, если не мы, правда же? Ну да Если не мы начнем менять Обстановку вокруг нас Которая нас не устраивает Можно же просто сидеть на диване И в качестве диванного критика Рассуждать о том, как все плохо О нас никто не заботится Или об определенных людях А можно встать и начать делать И вот это очень правильные действия Которые человек может совершить в своей жизни Лен, за это вам огромное спасибо Нина Александровна Расскажите о своей истории появления в этом проекте И вообще, как вы себя в нем чувствуете? Как вы его видите? Какие эмоции испытываете во время участия? Ой, в жизни, конечно, я любила все прекрасное Создавала очень много коллекций Для юных, летящих, красивых Меня завораживала музыка на подиуме Красота движения И я как бы видела этих людей У которых другая совсем жизнь А все по-другому Да, у них все по-другому И у меня такая была зашкаливающая боль всегда Что я не могла для них ничего даже создать Понимаете? Вот такая боль была невыносимая Но жизнь несколько раз как бы Сталкивала меня с такими людьми Которые все ближе и ближе ко мне Как бы становились мне ближе И поэтому, когда Елена пригласила меня Участвовать в этом социально значимом проекте Я как бы откликнулась Поскольку это, наверное, порядочно Отдавать свои знания для тех, кто нуждается в них И когда начался, собственно, этот проект Я увидела людей и еще ближе поняла Их проблемы Потому что во время перерыва Начинаешь с людьми общаться, расспрашивать Что и как А у них дети У них такие дети Даже слово трудно это сказать Как они говорят Иные, иные дети И проблема стоит сейчас, к сожалению, такая сложная Что людям нужна самозанятость Что людям нужна материальная поддержка И дать им новую профессию Которой я как бы владею Наверное, это социально значимо И порядочно вести себя так людям в нашем обществе Сложно морально? Да Как справляетесь? Да Морально это очень сложно Но вот я увидела эту радость Когда мы начали делать примерки С людьми, которые на колясках И я увидела вот этот восторг в глазах Какой Нет Не испытывают даже девочки Которые вот Ну 90-60-90 А у этих людей Такой неподдельный восторг Такая радость Такое счастье Что вот они здесь Среди людей И что для них Конкретно делают Вот эти прекрасные вещи Они воодушевлены Мы дали им какую-то вот тоже Минуту этой радости Они многого стоят Да Я хочу добавить Спасибо Нине Александровне За теплые слова Одежда, которую мы создаем Она подходит всем без исключения То есть единственное, что мы делаем Мы добавляем Адаптируйте В рамках этого курса Я совершенно спокойно Вот совсем недавно Надела и продемонстрировала Получила миллион комплиментов То есть И такие же у нас есть И комбинезоны Такие у нас есть Рубашки Боди И так далее Которые может носить кто угодно Поэтому вот в этом и есть инклюзия Желающим мужчинам и женщинам Как-то в этом каворкинге появиться Попробовать свои силы Возможно получить новый навык Куда обратиться Где будет находиться каворкинг На каких условиях туда можно попасть Ну вот здесь по соседству Телевизионная 13 Это располагается там наша мастерская База для каворкинга Это служба досуговой деятельности Реабилитации и соприкосновения Коцессион Кировского района Позвонить можно по телефону 375-36-35 Уже сейчас или с января только? Нет, почему? Конечно, ну после эфира Ну да, понятно Я возьму трубку и все расскажу Лена на связи, если что Лена, были моменты, когда, к примеру, вы обращались За поддержкой в каких-то организациях и компаниях Но вам отказывали Ну мы участвовали на местном уровне До победы в конкурсе президентских грантов Мы все местные конкурсы тоже обошли Радио 54 Первое областное радио